Привет! Ты смотришь Универный Ньюз. И сегодня с вами в студии Верняковская Алина. Сегодня ты узнаешь. Россию отстранили от участия в Олимпиаде. В Казанском федеральном университете продолжают борьбу с коррупцией. В КФУ представили программу Евросоюза «Горизонт-2020». Россию отстранили от Олимпиады в Пхенчхане. Почему не услышали в Лозане доводы наших спортсменов? Неужели решение окончательное? И кому России еще осталась должна миллионы долларов? Международный Олимпийский комитет решил, что сборная России не сможет выступать по своим флагам на Олимпиаде 2018 в Южной Корее. Российские спортсмены смогут участвовать только под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, но могло быть и хуже. Обидно за наших спортсменов. Мягко говоря, уж очень грустно. Мы вообще-то граждане России, мы не граждане мира, чтобы выступать побед под белым или нейтральным флагом. У нас страна есть свой флаг, свой гимн. Поэтому, конечно, обидно, печально, что на таких соревнованиях, как Олимпийские игры, где мы являемся лицом своей страны, мы должны почему-то оставаться под каким-то непонятным белым флагом. Решением Олимпийского комитета официальные лица, в том числе вице-премьер Виталий Мутко, пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Журналист Василий Уткин в своем фейсбуке опубликовал пост про Виталия Мутко. Он заявляет, что команда Мутко ничего не сделала для защиты от спортсменов. Если бы министр спорта взял на себя вину за все то, что было сделано российскими чиновниками, задолго до заседания МОК, возможно, и решение было бы не таким жестким. Чистым российским спортсменам мы разрешаем участвовать в Олимпиаде, и чтобы продемонстрировать, что в России есть честные и чистые спортсмены. Таким образом, мы считаем, что чистые российские спортсмены могут послужить мостом, ведущим в будущее чистого спорта. В итоге, что же мы имеем по факту? Ситуация, конечно, хуже, чем два года назад в Рио. Тогда у нас все-таки была сборная. Теперь те чистые российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, будут лишены флага, гимна и символики. Единственным утешением может считаться то, что МОК допустил упоминание самого слова «Россия». Если говорить об отрицательных сторонах этого решения, это, конечно, то, что российские спортсмены, им предлагается, российским спортсменам, на Олимпиаде выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Если предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения российского Олимпийского комитета будут сняты, то в последний день российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом. Одно из положительных решений заключается в том, что все санкции расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются. Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России. Даже при той сложной политической ситуации, в которой мы находимся, все же очевидно то, что основные аргументы против великой спортивной державы, противной стороной, в частности, мог использованы наши спортивные функционеры, что, безусловно, должно стать уроком на будущее. Диана Шилова, Ньювер Ньюс. Казанский университет богат на имена заслуженных ученых и профессоров. И, конечно же, чтит и помнит каждого. Как прошли бусыгинские чтения? Смотри далее. 6 декабря в Музее Истории КФУ состоялись 10-е юбилейные бусыгинские чтения. Евгений Бусыгин, профессор Казанского университета, директор Центрального музея, музыкант, в университете в одиночку начал восстанавливать этнографический музей, который был уничтожен в 1941 году в связи с обустройством в него помещения физической лаборатории. Он в себе воплощал, казалось бы, совершенно несовместимые вещи. Да, высокую науку, причем настоящую серьезную науку, был этнографом, волноватором, он разработал множество весьма любопытных методов, он воспитал более 100 кандидатов в науку, нескольких докторов, ну и самое потрясающее, что он свою карьеру начинал вообще-то как профессиональный музыкант. Заслуги Евгения Бусыгина действительно значимы, он учил многих и многому. КФУ торжественно вспоминает своего именитого наставника. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. Университетское сообщество продолжает делать упор на профилактику и противодействие коррупции среди студентов и преподавателей. Какие мероприятия проходят по решению наболевшей темы, расскажет Аделя Шимилова. Проблемы противодействия коррупции по-прежнему не теряют своей актуальности. Перехотная экономика в России и политическая система находятся в стадии становления. В этих условиях появляется очень много лазеек для коррупции и использования в неблаговидных целях служебного положения. Причем людьми самого разного ранга, находящихся на самых разных уровнях государственной лестницы. Осознавая все это, в Казанском университете продолжаются мероприятия, приуроченные к борьбе с коррупцией. На этот раз студенты и представители КФУ организовали круглый стол по обсуждению самых острых проблем наболевшей темы. Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организует это мероприятие в преддверии дня борьбы с коррупцией. И здесь представлены не только юридический факультет, но и другие структурные подразделения университета. Участники круглого стола отметили, насколько необходимо добиться неприятия обществом этого явления. Была обсуждена и воспитательная работа, и улучшение деятельности правоохранительных органов, и создание такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизировала возможности коррупционных явлений. Все это многоплановая работа, чувствительная и непростая. По всем этим направлениям университетское сообщество продолжает активную деятельность. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Для инновации необходимо международное сотрудничество. Но как российским исследователям начать работу с зарубежными коллегами? Ответ есть. Для этого существует программа «Горизонт-2020». Подробнее о программе в следующем сюжете. 6 декабря в Казанском федеральном университете состоялся информационный день европейской программы «Горизонт-2020». Программа направлена на финансовую поддержку научных исследований и технологий в европейском исследовательском пространстве. Представителей программы встретил проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев. Есть очень много мероприятий, которые можно на уровне университета, на уровне лаборатории, на уровне конкретного участвования лица, а можно даже делать. То есть есть масса возможностей людей участвовать в кооперации с европейским ученым для решения самых разных, элементарных, самых интересных проблем. Презентация началась с доклада о деятельности российских исследователей в проектах программы «Горизонт-2020». По количеству участия российские организации занимают лидирующую позицию среди представителей стран, не входящих в состав Европейского Союза. Основными темами информационного дня стали принятие участия в программе, возможности финансирования для исследователей из России, новые рабочие программы, нацеленные на Российскую Федерацию и поиск подходящих партнеров для предложений в рамках «Горизонт-2020». Артем Тупичкин, Ленардо Валитяров, Универ-Ньюс. Недавно в Казанском федеральном университете открылся музей имени Николая Лобачевского. Обо всем интересном, что произошло с новым музеем за этой неделю, тебе расскажет Олег Кашин. Совсем недавно, в первый день зимы, в Казанском федеральном университете появился новый музей. Торжественное открытие музея имени Николая Лобачевского состоялось с день рождения великого математика. Музей расположился в ректорском доме, в котором когда-то жил сам ученый. Кроме этого, 1 декабря состоялся торжественная церемония награждения премии Лобачевского, посвященная 225-летию рождения великого ученого. Премия и вознаграждение в 75 тысяч долларов получил американский математик Ричард Шен. Это решение принял Международный совет ведущих математиков мира. По средам традиционного у ректора собирались профессора. Вместе со своими семьями, женами, детьми сюда приходили студенты, попечитель Казанского учебного округа Михаил Николаевич Мусин-Пушкин. За беседой они интересно проводили время. Мы будем рассказывать про экспонаты музея Лобачевского, а также об экспонатах выставок, которые здесь будут проходить. Не все знают, что несмотря на свою известность и значимость для современного общества, трудно сказать, как выглядел Николай Лобачевский. В коллекции музея имени Лобачевского Казанского федерального университета имеется копия портрета молодого человека. Единственная работа Владимира Щеголькова. Человек на портрете очень похож на Николая Лобачевского. Именно поэтому долгое время считалось, что на портрете изображен именно он. А многие исследователи считали этот портрет лучшим изображением известного математика. Но сейчас абсолютно точно известно, что на портрете изображен не ректор Казанского университета. И это придает еще больше тайн этому загадочному человеку. Музей будет использоваться не только в культурно-просветительских, но и в образовательных целях. Здесь планируется проводить регулярные экскурсии и лекции. А про некоторые экспонаты музея Лобаческого ты узнаешь на нашем канале. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. На этом все. Следи за нами в социальных сетях. До встречи на Универ ТВ.